Всем привет дорогие друзья, с вами Алексей. Давненько у нас не было тут лова Ратилы и я решил продолжить свою серию. Да, тут гунны нападают в наши города, наша империя пополняется, городов становится все больше и больше. Гунны осадили Херсонес, Ольвия у нас тут вот, городок новый, который присоединился к империи, Археймар. Ну, в общем, империя пополнилась, но в то же самое время и враги, считайте, уже не у наших границ, а на нашей территории. У нас было только два города, то сейчас их уже побольше, побольше, но, но, но. Давайте их будем расстраивать. Так, здесь мы получим вот эти два здания, которые нам дают. Здесь германский отряд, кстати, будет, а здесь германские арбалетчики. Так, и, кстати, еще секунду, ребят, настройки. Звук. Да, почему-то здесь все время немножко сбрасываются настройки. Так, вернуться к игре. Дальше, дальше, дальше. Нанимать войска пока у меня нет возможности. Печально, что города ко мне только присоединились, и вот, как я посмотрел, гарнизон тут у них совсем-совсем-совсем малехонький. Это очень-очень плохо. Так. Археймар. Давайте посмотрим дипломатию, кто у нас тут. Это с ними война, договор о ненападении. Алланы, кстати, Алланы, ну-ка. Оборонительный союз, согласитесь? Да. Торговое соглашение. После соглашения между вами и вашим новым торговым партнером будет проложен торговый путь. Тщательно охраняйте его. Враги могут разорять торговые пути. Ага. Так. И... Могу ли я им дать цель Алланы? Да. Скоординировать военные действия. Нужно атаковать гунов. Нужно атаковать гунов. Раз. С кем у нас еще оборонительный союз? Карпы. Карпы. Так. Что я еще могу сказать? Военный союз. Отвергли. А вот с этими ребятками у меня военный союз заключен. Алланы. Наши люди. Военный союз. Средние гуновы. Средние гуновы. Я прошу тебя. Слышь! Гуновы. Или так. Нет. Ну, пока я не готов со средними еще воевать. Пока я, ребят, не готов. Гипиды. Так. Так, не хотят они вступать. Не хотят, не хотят. Ладно. Вот еще какие-то, ребятки, договор о ненападении. Давайте подпишем. Военный союз. Ах, ах. Ладно, давайте Тогда военный союз отвергли Оборонительный союз отвергли Торговое соглашение Приняли Ох ты, смотрите, как у меня тут Раз Торговые союзы Вот сюда вот Раз и пошло Не напрямую сюда и как-то так А вот по морю Ну это достаточно интересно Так, ну давайте мы им сначала тоже тогда укажем Гунов Языги Не хотят, но мы недавно с ними воевали Ладно В принципе все Ну кое-какие манипуляции я провел Тут где-то что-то Улучшилось Вот давайте еще построим здание В принципе конец А Можете назначить губернатора провинции Верность характеризует отношение персонажей К правящей партии своей фракции К ее увеличению приводят некоторые политические действия А также навыки, положительные особенности и окружение персонажей Возраст, влияние Отрицательные особенности и неприятные события Могут уменьшить верность Если она упадет до нуля Персонаж начнет гражданскую войну И может склонить к измене других ваших поддыхов Хорошо Хорошо Этот персонаж ушел из нашей семьи Печально Ну ладно Они забрали, да? Ну Бог с ними А, я не сделал Этот, как его Давайте Общественный порядок надо улучшить В конце концов Это наиболее Наиболее нужная для нас вещь сейчас Так, посмотрим Здесь у нас, кстати, Херсонес Находится в осаде И вот такой вот вопрос Снимут ли осаду они И уйдут Или же Осада продолжится Сарацины Да, гуны, гуны, гуны Гунов много Эти орды Ага Все-таки Они Нету больше Не могу бы выбрать Защитных сооружений Корабли Старшие гуны Меня атаковали Фактически Вся конница Я думаю, что и тут у них Тоже конница Ну ладно Давайте Будем сражаться На поле Сражения Что ж поделать Гунны Значит гунны Да Вся у них Конница Печаль Беда То, что у меня Стрелков Мало Ну в смысле Их в отрядах Мало Так бы Блин Было бы хорошо Плюс к тому же Тут стены есть Ну А у них Стреляющие конницы С луками Очень-очень много Они просто Перебьют моих Перебьют Моих ребят Ну я думаю Что я Херсонес Не удержу Вот при любых Раскладах Не удержу Это плохо Это плохо Да Не говори Всегда Что знаешь Но знай Всегда Что говоришь Клавдий Римский Император Разрушение Устроенные На карте Компании Отражаются И на поле Их войска Ремонт Поврежденных Укреплений Требу Ахмата Которого У жителей Осажденного Поселения Очень мало Безметательных Машин И осадных Орудий Штурм Столицы Провинции Возможен Только после Определенного Срока Осады В течении Которого Ваши Воины Устроят Так Это я понимаю Давайте мы Ой Кнопочка Установим Здесь Баллисту Здесь Кстати Ребят Вот еще Есть такие Вот штуки Прикольные Есть Прикольные Штуки Давайте Я покажу Что тут Можно сделать Смотрите Раз Колья Шипы Все Напротив Ворот Надо Сделать Чтоб К воротам Они Пока Передвигались Потеряли Просто Уйму Уйму Войск Ага Не так Не-не-не-не-не Что-то Колья Направленные Не в ту сторону Это Не к добру Так Сейчас Ребят Сейчас Сейчас Так Стоп А тут Есть Вот Ямы Еще С ямами О Замечательно Замечательно Давайте Я еще Вот так Вот 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 А вот Внутри крепости Интересно Шары Можно Эти поставить Можно Во Все Прикольно Можно активировать Вот эту Штучку Расставим Наших Солдат Возле Шаров По сути Дело Ставить Солдат Так Ставить Солдат Где-то тут На стенах Это равносильно Самоубийству Давайте Сражение Потому Как Потому Как Их Просто Напросто Расстреляют Конные Лучники Они Превосходят Число Естественно Превосходят Но Благо Это Конница Войти Она Просто В город Не Может Давайте Мы Сейчас Понаблюдаем За Тех Вот Ой Смотрите 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 Ай Ай Как Здорово Теряют Войска Теряют Войска Приближается Целый Отряд Фактически Уничтожен Ну Правда Один Отряд Посмотрите Какой Вред Нанес Кольем Ну Как Сколь Он Их Просто Уничтожил Ай Как Классно Классно Ребят Здорово Здорово Сколько Уже Уничтожено Уже 400 Фактически 400 Да Вот Только С этой Стороны Конечно Маловато Их Использовалось Некоторые Ну 600 Фактически Ребят 600 Я не потеряв Недного Солдата Ну Да Надо отдать Должное Что Скажем так Они Они Все Равно Прорвутся И Уничтожен Но Зато Я Уничтожу Как Можно Как Можно Больше Потому Что Ну По сути Говоря Им Надо Добраться До Ворот И Уничтожить Ворот Круто Вот Они Уже Преодолели Эти Препятствия Но Большинство Рядом Смотрите У них стоит Большинство Отрядов У них Стоит Давайте Чуть Ускорим Это Круто Блин Как Классно Вот Защищаться Доставляю Вот Эти Коль Жалко Только Одну Ребят Я Поставил У меня Стоит Вернее Я Не Поставил Я Не Уменьшу Просто Время Но Обычно Я Ставлю Где-то 20 Минут Растемлю Всегда Хватает А здесь У меня Стоит Час И Если Будет Эта Конитель Вот Это Все Делать Такая Вот То Я Конечно Весь Час 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 Стоят Возле Ворот Скорее Сего Они Пройдут Наверное Колья Поломают И Уничтожат Ворота Но Тем Не Менее Через Сколько Это Будет Я Не Знаю Поэтому Может Может быть Сделаю Обрезку Я Я Понимаю Что Я Скорее Всего Обречен Но Тем Не Менее Город Этот Ко Мне Ост Готы Присоединились И Как Бы Все Нормально Присоединились И Присоединились Это Замечательно Но Вот Раньше Он Был Не Моим Сейчас Он Мой И Уже Жалко И Уже Жалко Ну Ладно Ничего Страшного Да Если Был Здесь Большой Гарнизон Я Без Всяких Проблем Держал Бы Или Хотя Б Этот Гарнизон Просто Полный И Вот Такие Дохлецы По 8 Человек Они Еще И К тому же Стреляют Да Посмотрите Сколько Здесь Уже Лежит Коней А Камни Нужны Видимо Не Для Того Чтобы Наносить Урон А Для Того Чтобы Замедлять Конницу Конница Замедляется И Тем Самым Улучшникам Больше Времени На То Чтобы Расстреливать Соперника Вот Они Тут Ходят Возле Вот Еще И Здесь Смотрите Сколько Трупов Башни Мои Стреляют Ну Ка Обалдеть Больше Тысячи Скоро 50% Будет Как Я Уничтожил Это Круто 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 Причем Пока Не потеряв Ни одного Человека Пока Обалдеть Ломаются Умирают Да Вот Они Подошли Все Таки К воротам Все Таки Подошли Сейчас Начнут Эти Ворота Долбать Я Вот Подумываю Может быть Выйти Все Таки Вот Этим Вот Прикольно Они стоят Спиной К врагу Выйти Главным Отрядом Попробовать Им Там Второе Дыхание Боевой Дух Эффективность Щитов Защита Стрельков Так Они Отошли А Нет Они Отошли Все Я уже Думал Выйти К воротам Чтобы Перевить Потому что Конница Ко мне Будет Подходить Медленно Здорово Здорово Вообще Шикарно С таким Маленьким Числом Я уже Нанес Противнику Обалдеть Какой урон Обалдеть У меня Еще Два Кораблика Правда Тоже Полудохлые Это Это Нечто Да Тем временем Стрелы Бьют Их Бьют Потихоньку Долбят И долбят Долбят И долбят Они перестраиваются Но все равно Они теряют Свои войска Теряют Вот Вот На этой Сейчас можно Обратить внимание Как 1523 22 21 Классно Кони Только И успевают Убегать Либо Ложиться Вот Мертвыми Обалдеть Полторы Тысячи 1400 Круто 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 Половину В войск Представляете Половину Они уже Потеряли Даже Не подойдя К крепости И наверное Уже Подходить Они не будут Я так понимаю Они сейчас Будут стоять Вот у них Нет Еще Командир Есть Пехотный Это Лучники Лучники А Конные Лучники У них Только Остались И все Видимо Поэтому Они не Хотят Приближаться Ну вот Ребят Скорее Всего Сейчас Таким Вот Образом Эта Битва И будет Проходить Редактор субтитров Ну вот Прошло 11 минут Они потеряли Больше Половины За следующие 11 минут Они конечно Столько же Не потеряют Потому что Они много Потеряли Вот здесь Вот смотрите Так Еще давайте Вот такую Включим Кинематографическую Картину Трупы Вот в этом месте Вообще Просто Обгоревшие Трупы Лежат А Ну здесь Масло Горело Здесь Вот тоже Да В очередное Перестроение Очередное Перестроение А знаете Я уже Подумываю На том Что Возможно Удастся У меня Сохранить Таким Вот Читерским Способом Мои Мой город Да Я уже Называю Моим Хотя Он только Один Вход У меня Но Я уже К нему Привык Вот Мой Родной Очень Плохая Броня Очень Плохой Шанс А давайте Тем временем Конечно Рассмотрим Просто Мои войска Какие у них Тут есть Мастера Отражать Натиск Повышенная Сила Атаки В ближнем Бою И Неносимый Урон Против Вражеского Натиска Дальше Построение Щиты Наготове Это Вот Вот Этого Нет Это Стена Копики Ну Это Наверное То же Самое Да Стена Копики Плюс Защиты От Стрелков Плюс Пять Атака Против Сломов Плюс Пятнадцать Атака Против Коников Сто Процент Сто Процент Но Они Не Двигаются Стоят И Все Маскировка Лес Не Двигаются Стоят И Все И Получается Обойти Их Фланга Их Фланга Надо Прикрывать Какими Нибудь Вот Такими Ребятками Германскими Отрядами Маскировка Неутомимая Короче Бегают Как Надо Быть Да Скоро Скоро Приближается К тому Что Я Две Третьи Уничтожил Отряда Их Войска Точнее Было Было Неплохо Чтобы Их Командира Там Убили Они Ибо Конечно Убежали Вот Видимо Их Суникас Вож Степняков Видите Опять Таки Смотрите Немножечко Истории Я коснусь Гунны Да По официальной Истории Это Вот Такие Вот Ребята Узкоглазые Степняки Да Собственно Говоря Ничем Они Не Отличаются От Там Войск Скажем Так Чингисхана Ну В общем Золотая Орда Да Ну Гунны Это не Золотая Орда Ну Я так Образно Ничем Они По внешнему Виду Особо Они Отличаются Ну Так Вот Хотя По Записям Которые Я там Читал Опять Таки Можно Верить Не Верить Гунны Строили Деревянные Дома В общем Там Ну Какой-то Посол Ездил К Атильи Да И Что Его Удивило Деревянные Дома Резное Дерево Девицы Там Каких-то Этих Встречали Которых он видел Там В сарафанах В общем По рассказам По записям Этим Это Ничем не отличающиеся Скажем так Внешним видом Очень-очень Они напоминали Славян Тех же Да Никакие О Девушки Прикольно Степные Конные Лучники Девушки Музик А вот Ничем они Не отличались От Обычных Славян Потому как Ну Какие Эти Да Музкоглазые Строят деревянные Дома Резные Там Все остальное Там Сарафан У них Я думаю Тоже вряд ли Относят Девушки Вот Поэтому Тут Такое Гунна Аттила Это Один из Одно Из славянских Клемен Ну Это Знаете Эта информация Недостоверна Было бы Хорошо Я бы Был бы Очень рад Если была Возможность Пожить В те времена А Верде Не пожить А просто Как-то так Перенестись Какой-то Посмотреть Что да как На самом деле Было Очень интересно Но Буя Но Зато То что Показывает Нам Нынешняя История Ну Тоже Спорно Кто прав Кто виноват Можно До хрипоты В горле Да Спорить На эти Темы Я не хочу Никому Ничего Доказывать Потому Как сам Во всем Это Не уверен Да Но Тем не менее Это Очень Интересно Познавательно А тем временем А тем временем Уже Их осталось 808 Уже Мы Более чем Две трети Уничтожили Круто Ребят Классно Они убегают Новые отряды Вот оттуда Приближаются Какие-то Приближаются Теряют Свои силы Видимо Лучники Не могут Разбивать Ворота Те всадники Которые Дорвались До ворот Были Уничтожены А эти Не Могут И Приходится Им только Стоять И ждать Пока Их Расстреляют Мои Башни Это Просто Подарок Такой Неимоверный Предпринимать Что-либо Я не хочу Они Сокращаются Очень быстро И в скорости Мы Просто Победим Из-за того Что численность Сократится Вот Еще один Отряд Начал Паниковать Убегать Его место Занимают Другие Лошади Убегают Лошади Более Понятливые Они понимают Что ничего Не светит И убегают Убегают Вот это конечно Недостаток Искусственного Интеллекта Игрок бы Давным-давно Что-то предпринял Не пошел бы Просто на эти Ворота Он обошел бы Пошел бы Стурмом Вот эти Ворота Просто Сломал бы Их Вошел бы И взял Город Но Так как это Искусственный Интеллект Он решил Пойти Другим путем И нарваться На коле Потерять Всех Конников Которые Могли Уничтожать Ворота Разбить Эти Так понимаю Не могут Потому что Нечем Луками Особо По воротам Не побьешь И Собственно Говоря Все А вот Девушек Жалко Вот они Сидят На лошадях Или Это Мужики Ну Вот Это Мужики Ну Не поймешь Посмотрим С высоты Птичьего Полета Четыре Отряда У них Осталось Ребят Которые Еще Не Убежали Которые Вот этот Вот Скоро Запаникует И Убежит Уже Численность Совсем Совсем Все равно И по Превосходство Более чем Четыре Раза Нежели Меня Но 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 Так Еще один Отряд Убежал Замечательно Нанес Я конечно Потери Им Очень Колоссально Большие Колоссально Темнеет Вечере 25 минут Длится Уже Эта битва Это Конитель Ну как сказать Я бы не назвал Конечно Вообще Эта битвой Но Тем не менее То что Сейчас Происходит Длится Уже 25 минут А их Сокращается Численность Очень 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 Быстро Ну же Ну же Ну же Ну же 500 Вы представляете Было 3000 Фактически Я не буду Там 2 925 Вот Эта Вот Мелочка 3000 Осталось 500 500 2425 На данный Момент Солдат Уничтожен Ну Кто-то Бежал Там С поля Битвы Да Понятное Дело Но Тем не менее Их уже На поле Битвы Большинство Большинство Если так Вот Посмотреть Остались Просто Лежать На это Поле Коней Людей Посмотреть Сколько Смотрите Давайте Пройдемся Сплошь Рядом Даже Здесь Передоставали И Уничтожали Берейбаши Здесь Ну Особенно Конечно Здесь Вот Шипа Да Ну Естественно Конницы Никто Не Штурбует Города Конницы Не для того Предназначены Гунны Об этом Не знали Им Забыли Об этом Наверное Это Вложить Разработчики И Потому Они Просто Посадили Город Конечно И Ждали Пока Пройдемся Втас Карты Да Нечто Забежали Сколько 408 Ну Вот Генерал Очень Он Живучий Или По нем Не стреляли До этого Да Или У них Какая-то Более Крутая Броня Ну Вот Отличная Атака Против Конницы Есть Стрелковое Оружие Максимальное Здоровье Средняя Конница Высокая Угроза Ну Сейчас Хоть Ты Выйди Своим Отрядом И Против Конницы Попробуй Повывать Все равно Показывают Что их 390 Где-то Где-то Их Еще Войска Тут Находятся Видимо Я не знаю Прячутся Может В лесу Где-то Непонятно В общем Так Ну-ка Интересно Корабли мои Смогут Стрелять Сейчас Они Еще И Подплывут Тот Тот Остался Стоять Да А Ну Потому Что Он У него Ближний Бой Ой Кораблик Еще Стреляет Замечательно 339 339 Ну Сейчас Медленно Отнимается Потому Что Все Наверное У них Броня Хороша Хотя Вот Смотрите Их 38 Вождь Степняков Да Их 38 Здесь Показывают 334 Значит Где-то Достаточно Большое Количество Их Тут Трется В лесу Вражеский Полководец Мертв О Вот Это Замечательно Вот Это Замечательно Вражеский Полководец Мертв Все Они Убегают 297 Все Все Где-то А Вот Вылетает Конные Два Отряда Вот Они Хитрые Где-то Сидели Ждали Пока Вражеский Полководец Будет Мертв О Смотрите И они Тут Сразу Задержались На Этих Кольях Отплываем Все Победа Круто Круто Ребят Я Не Ожидал Что Это Пройдет Завершаем Битву И что Получится Такой Бой И что Я Смогу Я Выдержу Я Блин Потери у них 2062 У меня Конечно Ноль Ну Это Просто Нонсенс Конечно Все У них Отряды Остались Целыми Да Но Тем Не Менее Они Отступили Наверное Восстановиться Где-то Было бы Неплохо Сюда Подвезти Армию И добить Это Было бы Просто Шикарно Ну Потому Что Потому Что Да Потому Что Обидно Если Они Сейчас Отойдут И Восстановятся И А потом Опять Осадят Город Но К тому Времени У меня Город Восстановится Гарнизон У меня Там Будет Уже Побольше Людей Будет Просто Просто Шикарно Будет Ребят Будет Просто Шикарно Архимейд Греческий Математик Инженер Не Трогай Моих Чертежей Перед Гибель Щелкните В пределах Сектора Расположенного За кормой Чтобы Отвезти Корабль Назад В указанном направлении Кстати Ребята Вот Эти Перед Гибелью Так Все знают Кто Что Говорил Перед Гибелью Под Каким Записком Так Все Достоверно Что Просто Триндец Хочется Битвы Происходят Там Какие Знают Описание Битв Которые Происходили До Нашей Эры Мы Не Знаем Тут Что Десять Лет Назад Было Толком А тут Знают Что Несколько Тысяч Лет Назад Было Парадокс Парадокс Ну это Ладно Мы Защитили Город И Это Круто Так Жалко Тут Нету Такой Функции Чтобы Уничтожить Хотя Смотрите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Отрядов У них Уничтожено Окончательно Так Гуны Отступили Это Круто Старший Гун Вон Еще Армия А вот Еще Армия Ну вот Еще Две Полных Армии У Старших Гун Есть Это Тоже Наводит На Определенную Мысль Что Надо Их Уничтожить Вот Западная Римская Империя С ними Тоже Я чувствую У меня Еще Будут Проблемы И Терки Но Ничего Страшного Я думаю Что мы С ними Справимся Я Зыги С которыми У меня Был Неудачный Опыт Первая Моя Проигранная Битва Ну Ничего Страшного С одной Стороны Они Мне Помогли Улучшить Мою Экономику То есть Потеряв Войска Я Остался В прибыли Вот так Вот парадоксально Но тем не менее Это да Действительно Так В прибыли В каком Финансовая Конечно Плохо Что Опа На Опа На Орсы Здесь Ребят Без Без Вариантов Потому что Нету Стен Нету Стен И Что Тут Сказать Здесь Каких-то Да Ну Ничего Бо У меня Не получилось Единственное Жалкое Здание Построил Вражеские Войска Это Орсы И Гунны Все-таки Старшие Гунны Так А они Город-то Не взяли Насколько Я понимаю Они его Разграбили И Все Орсы Бегают Здесь Понимаешь Ле Орды Ладно Учтем Так Противник Погиб В битве А Ну Да Тут Разорили Слава О наших Успехах Разносится Так Ранг Повысил Ранг Повысил Кто Фавилах К тому же У меня Здесь Построилось Здание Стоимость Наима Здесь Для пехоты Ближнего Боя А Вот Это Сюда Идет Да А Вот Тут Вот Численность Свойс Плюс Один Стоимость Наима Минус Десять Для Конец Стоимость Наима Минус Десять Для Пехоты Дальнего Боя Так Ну Здесь Чисто По Деньгам Здесь По Экономике До Стретист Так Дом Рещика Под Деревом Давайте Вот Это Я Выберу Пока Пусть Построится Дальше Ольвия Что У нас Тут Разграблено Все Сломано Херсонес Вот Херсонес Он В осаде Или Нет Да В осаде Как бы Нам С ними Закручить Договор Мирный Это У нас Получается Роксоланы Или Они Не Держат Или Они Или Не В осаде Растут Мои Войска Цена Ремонта Давайте Все Это Отремонтируем Денежек Потребовалось Достаточно Большое Количество Так Сюда Приближается Сюда Приближаются Гунны Сюда Приближаются Гунны Петрадава Петрадава Мы строим Кузницу Так Петрадава Строит Кузницу Дальше Что тут Кстати Еще Военный Союзник А Это Ромова А Это Заброшено О Кстати Можно Это Заброшенное Себе Призять Давайте Камы Стоимость Основания Поселения Чем больше Воинного Сядет В нем Тем Она Ниже Минус 8153 Число Воинов Которые Поселятся Здесь 337 А По деньгам Не хватает По деньгам Не хватает На следующий Ход Только А Я Ушел И Не Нанял Луч А Нет Стоп Это Ж Этот А У Меня Воинов Хватит Вот Арбалечков Нанимает Кто У Меня Это Чудесно Это Чудесно Не Буду Строить Кузницу Мне Надо Город Взять Так Здесь Что У нас Грабят Меня Здесь Грабят Ну Главное Чтобы У меня Здесь Восстанавливались Мои Ребятки Все Замечательно Все Замечательно Ну В принципе Ладно Ребята Получился У меня Просто Очень Длительным Штурм Херсонеса Но Но Он Уже Прошел И Поэтому Я Эту Серию Такую Одноходовочную Сделал Чисто Показать Вам Штурм Херсонеса На этом Я В принципе Буду Заканчивать Эту Серию И Скоро Увидимся В новой Всем Спасибо Ребята Всем Пока Пока Субтитры